На воде по праву может называться Африканская Венеция. Здесь в Бенине есть поселок Вуду и того-того, друзья. В Бенине нет общественного транспорта прям вообще. Во всем деле соль добывают, а здесь ее буквально делают. Изображено, как раба усадили в специальную... Меня затопило. Ну что, почти шестичасовой перелет завершен. Летел я в этот раз из Парижа в Котону, Air France. Авиалинии достаточно неплохие. Кормили один раз, но давайте сядем, заберем свой чемодан и отправимся в отель. Первый раз в Африке. Ощущение, эмоции. Волнительно, волнительно, друзья. Поехали. Ну что, друзья, первые минуты в Африке. Забрал чемодан, вышел с аэропорта. Самое прикольное, на территорию аэропорта встречающих не пускают. Чтобы найти трансфера, именно человек с табличкой, который ждет нас с отеля, нам пришлось выйти за территорию аэропорта, что на самом деле очень странно. На территорию аэропорта вы можете зайти только если у вас есть посадочный талон, ну либо вы какой-нибудь госслужащий. Такая вот Африка. Очень интересно. Ну что, доехал я до отеля. Мне дали холодное полотенце, напиток, который я уже опустошил. Отель выглядит очень даже обещающе. Давайте заселимся, заберем свою карточку и посмотрим, какие у нас отели в Африке. Погнали, друзья. Здесь у нас ванная. По стандарту привет. Это я. Душ. Санузел. Ну что, такой вот номер с человека за ночь 100 евро. Мне кажется, очень-очень скромно и за такие деньги можно было бы получить что-то побольше. Ну и да ладно, не будем жаловаться. Выпиваем таблетку от малярии, шутки шутками, а от этого никто не застрахован. Одна таблетка каждый день перед сном, чтобы не заболеть от укуса какого-нибудь комара. И встретимся с вами, друзья, уже завтра, когда выйдем в город. Всем спасибо и до завтра. На утро следующего дня мы выехали в город. И я, если честно, был мягко говоря удивлен. Но сейчас не об этом. Наш путь лежит через небольшую пристань, где швартуются местные лодки. Давайте найдем извозчика, чтобы нас отвезли в местную Венецию. Отъянутый налет. Сейчас, друзья, поедем на морскую экскурсию по местному озеру. Выглядит очень интересно. Настоящая бенинская лодка. Цены для туристов в Бенине не низкие. Плюс местные предприниматели моментально повышают стоимость услуг, если вы не африканец. Поэтому не стоит соглашаться на первоначальное предложение. Всегда стоит поторговаться. А я тем временем договорился с англоязычным экскурсоводом и его другом, который повезет лодку. Первым делом отходим от пристани, используя деревянный шест. Неподалеку от пристани местные жители оборудовали пункты хранения свежей, только что выловленной рыбы. Пойманная рыба содержится в садках и по мере необходимости транспортируется на прилавке рынка, который находится неподалеку от пристани. Ну что, взяли лодку, местная бенинская лодка, вся из дерева, конечно же уже с мотором. И плывем по озеру Нонгье в сторону деревни, которая находится прямо посреди воды. На самом озере очень много местных, которые занимаются рыболовным промыслом, причем рыбачат они необычно. Основная цель рыбалки это, во-первых, посадить кусты, чтобы приманить рыбу, и после этого строить сооружение сеток вокруг этих кустов. Рыба заплывает в кусты, питается там, растет, и потом местные жители ловят ее. Очень интересная методика, и в среднем один цикл длится от 4 и до 8 месяцев. В одном таком гнезде, давайте вот так назовем, рыбы может собраться на 1 миллион местных франков. Это что-то около полутора-двух тысяч долларов. Такой вот прибыльный бизнес. А вот так вот выглядят те самые ячейки, в которых местные жители выращивают рыбу. А вот еще один пример, но уже без растительности внутри. Помимо рыболовных ячеек, местные активно используют невод. А сейчас просто оцените мастерство рыбаков. Через 20 минут мы заплываем в город на воде. Кстати, каждый год в городе проходят соревнования, где выявляют самого быстрого лодочника. Ну что, деревня на воде по праву может называться африканской Венецией. Дома на воде, школы на воде, маркет на воде, мечети, церковь тоже на воде. Вся жизнь проходит буквально на воде. И это, если честно, поражает. Казалось бы, в Бенине с землей проблем никогда не было. Почему люди решили жить таким сложным методом на воде? Вообще, чтобы ответить на этот вопрос, нужно копнуть немного в историю. И, как оказалось, Бенин был очень жестко использован в качестве работорговли. Поэтому местные люди, спасаясь от европейских захватчиков, от колонизаторов, а также торговцами-людьми, были вынуждены бежать сюда, прятаться в камышах. И после данное укрытие превратилось в такую вот большую деревню, где на сегодняшний день проживает более 40 тысяч людей. Очень интересно. Здесь мы совершили первую остановку, где нам разрешили зайти в местную хижину одной из семьи. К сожалению, подснять жилище изнутри у меня не получилось, потому что местные категорически против видеосъемки. Кстати, многие местные жители агрессивно реагируют даже при виде камеры, когда ты снимаешь на улице. А тут я подснял, как местные ребята вычерпывают воду из лодки, которая, судя по всему, затекла через брешь в корпусе. Как и в любом нормальном городе, в Ганви есть свой центр, где собирается большая тусовка. Есть богатые районы с хорошим жилищем. Ну и, конечно же, есть бедные районы, где большинство хижин очень ветхие. А вот, кстати, магазин, где местный предприниматель выкопал скважину и продает питьевую воду. Больше всего, друзья, меня поразило то, что маленькие дети, которым по 6-7, ну, может быть, максимум от силы 8 лет, способны пользоваться лодкой, причем не на моторе, а лодкой с веслами. Они плавают по городу, доставляют продукты, воду домой. И, если честно, у этих детей у них нет ничего. У меня же в стране, в Казахстане, у детей есть все. Доступ к интернету, последние гаджеты, все. И, тем не менее, я очень часто сегодня слышу, что «А, вот мои родители не купили мне последний айфон». Не надо так. Цените жизнь, цените то, что у вас есть и будьте благодарны». Вот такая вот мораль, друзья. Кстати, на обратном пути я взял мото-такси. Это самый популярный способ передвижения в Бенине. О нем я расскажу чуточку позже. Не переключайтесь, друзья. Здесь, в Бенине, недалеко от города Катану, есть небольшой парк. Я бы даже не сказал, что это парк. Это все-таки пляж, где местные люди организовали движение по защите черепах. Почему черепахи? Ну, для многих, наверное, это дико. И многие об этом даже и не задумываются. Но морские жители, включая и черепах, очень сильно страдают от человеческого влияния. Если вы не знаете, почитайте концепцию пластикового супа, который плавает в океане. Кажется в индийском, точно не помню. Почитайте и напишите в комментариях. Так вот, местные жители, они собрались и помогают черепахам размножаться. Потому что, по факту, очень часто гнезда черепах разграбляются другими животными. И из-за этого популяция черепах здесь, в Бенине, очень-очень низкая. Поэтому главная цель местных людей, это, конечно же, помочь черепахам обустроить гнездо, отложить яйца и после этого сделать максимально возможное, чтобы маленькие черепашки вылупились и добрались до океана и продолжили свое существование. Поэтому давайте посмотрим на черепашек. И я думаю, что они вам понравятся. По сути, весь комплекс представлен одной единственной хижиной и пляжем вокруг. Экскурсия началась с того, что местный зоозащитник продемонстрировал нам отложенное черепашинное яйцо. Каждую ночь местные волонтеры прочесывают прибрежную линию и переносят яйца в безопасное место. Кстати, одна черепаха может отложить до 150 яиц всего за пару минут. Возвращаем яйцо на место и идем с вами дальше. Знакомьтесь, это морская черепаха. И в отличие от своего сухопутного брата, она не может полностью спрятаться в свой панцирь. Кстати, черепахи очень быстро плавают. Максимальная скорость до 40 км в час. А это обычная сухопутная черепаха, но несмотря на свое название, она также умеет плавать. А сейчас я хочу рассказать вам некоторые факты, которые поразили меня больше всего. Многие черепахи за свою жизнь проплывают тысячи километров и открывают новые берега. Но отложить яйца самки всегда возвращаются на тот самый пляж, где они сами вылупились из яйца. А следующий факт меня шокировал больше всего. Пол черепахи зависит только от температуры песка, при которой проходил инкубационный период. 26-28 градусов вылупляются мальчики. 28-30, 50 на 50. 30-32 вылупятся только девочки. А эти малыши совсем скоро отправятся в открытое плавание. В Пенине нет общественного транспорта. Прям вообще ни автобусов, ни трамваев, ни маршруток. Ну и тем более, конечно же, метро. Единственный общественный транспорт это мото-такси, на котором я только что приехал. Работает это просто, вы выходите на улицу, они в принципе сигналят, а сами предлагают свои услуги. Цена, цена договорная. Так как я турист, тем более не африканский, это стоит очень дорого. Но нужно уметь договариваться и торговаться. Умение торговаться – залог дешевой поездки. Такие вот дела, друзья. В отеле, в котором я остановился, был более чем достойный завтрак. Но никакого отношения к бенинской кухне он не имеет. Поэтому знакомство с местной едой мы начнем с вами немножечко попозже. Завтрак в отеле, в принципе, неплохой. Есть все, есть сладкое, есть выпечка, есть горячие блюда. Но самое главное – это натуральные соки. Очень много натуральных соков, ананас, ба-баб и даже манго. Мне все нравится. В принципе, отель более чем достойный. Но вот ценник 100 долларов за ночь. По мне так это немного дорого. Такие вот дела. Ну что, снова река и снова лодка. В этот раз мы с вами, дорогие друзья, отправляемся в деревню Эвэ, где зародилась культура Вуду. Пока у нас есть свободная минутка, пожалуйста, полюбуйтесь местными карликовыми козлятами. Выглядят крайне мило. Здесь, в Бенине, есть поселок Вуду. И все, что мы видим в кино про куклу Вуду – это исходит из Бенина. Когда в годы работорговли местных жителей похитили, среди них было очень много людей, кто занимался лекарством путем смешения разных трав. Понятное дело, что, зная, какие травы могут вылечить, они знали и травы, которые могут убить. И вся эта история про куклы Вуду началась с того, что люди просто убивали белых людей путем смешивания токсичных трав и растений. Но что самое интересное в куклу Вуду, что существует 256 разных знаков зодиака. Как определить 256 разных зодиаков? Есть такое жерелье, которое состоит из 8 костяшек. 8 костяшек бросается, и вероятность, что выпадет какая-либо комбинация 1 до 156. И таким образом люди узнают, какой у них знак зодиака. Сейчас наш друг продемонстрирует, как они это делают. Can you show? Да, вот сейчас он их подбрасывает и бросает просто на землю. И мы видим, что вышла специальная комбинация, где... Мил. Две костяшки смотрят... Три костяшки смотрят мальчиками, и пять смотрят девочками. Смотря на комбинации, вы можете узнать, какой у вас знак зодиака. Такие вот дела, друзья. А вот тот самый артефакт, только с другого ракурса. Отсылки к местной культуре встречаются буквально на каждом шагу. Вот, например, хижина одного из местных богов. А здесь у нас алтарь для жертвоприношения. И даже на улице, на которой на первый взгляд нет ничего примечательного, стоит забор, который охраняет хозяев от злых духов. В культе Вуду много богов, и у каждого есть свое жилище. А сейчас перед вами главный алтарь и центральная площадь. А все это дело украшает фикус, которому 200 лет. В деревне Вуду мы пробыли полтора часа. И если отбросить весь шарм, а также мистические истории, то все сводится к тому, что местные жители верят в богов воды, земли, огня и воздуха. В целом стандартная история большинства языческих культур из разных уголков нашей необъятной земли. Здесь в Бенине есть одно небольшое поселение, где люди делают соль. Во всем деле соль добывают, а здесь ее буквально делают. Как они это делают? Чтобы полностью разобраться в процессе приготовления соли, давайте отмотаем пленку немного назад и вернемся к началу самого процесса. Из-за близости океана уровень соли в почве повышен. Поэтому первым делом местные жители смешивают землю с водой и пропускают через элементарный песочный фильтр. Самое главное на этом этапе получить раствор с высоким содержанием соли. Для того, чтобы проверить концентрацию раствора, местные жители используют пальмовые семена, которые всплывают на поверхность, если концентрация раствора достигнута. После этого полученная жидкость отправляется в специальную хижину, где начинается долгий и изнурительный процесс выпаривания. Местные утверждают, что данный процесс не изменялся на протяжении последних четырех столетий. Готовый продукт выглядит вот так вот. Из преимуществ он обогащен минералами, которые содержатся в почве. Пробуем на вкус и, если честно, это обычная соль. Здесь же, в недалеко от хижины, можно купить готовую соль. Ну и еще в ассортименте доступна кокосовая стружка. Очень вкусная, с местным тростниковым сахаром. Я купил бутылку. После долгого пребывания на солнце, а также в хижине, где выпаривают соль, мы встретили местного аборигена с мачете, который угостил нас свежим кокосом. На самом деле, кокос еще полезен от малярии. Местные жители говорят, что это лучшая профилактика. Экскурсия продолжается. У нас здесь небольшой брейк. Нам почистили кокосы прямо перед нами. Очень вкусные. И самое интересное, друзья, здесь никто не говорит чин-чин, когда они чокаются. Все говорят того-того. Почему? Об этом я писал в своем телеграм-канале. На самом деле, история очень забавная. До ковида президент Того поехал в Китай, встретился с Синь Цзиньпинем. И там после визита им налили вина, и Синь Цзиньпинь сказал президенту Того, ну что, чин-чин? А на французском чин-чин это Китай-Китай. Ну, президент Того посидел, подумал и сказал, ну да, того-того. И с тех пор это стало местным мемом. Классика. Люди говорят того-того, когда чокаются. Такая вот интересная история. Того-того, друзья. Сейчас перед вами типичная улица Бенина. Вдоль дороги местные люди активно торгуют разные материалы и вещи. Покрытие дороги может быть совершенно разное. Где-то это брусчатка, где-то просто накатанная дорога, а местами даже встречается хороший асфальт. Ну что, время обеда. Сегодня на обед я приехал в одно классное кафе, которое мне посоветовали местные друзья. Данное кафе находится на берегу самого большого озера во всем Бенине. Здесь, прямо в Катану. И здесь действительно классно стоят маленькие бунгало на 3-4 человека. Кругом растут кокосовые пальмы. В общем, место реально классное и аутентичное. А самое главное, здесь не души. Давайте пройдем, посмотрим, чем здесь кормят. Обычно это либо курица, либо рыба. Ну и, конечно же, рис, либо плантан. Плантан это как банан, только жареный. Принесли кокос. Давайте попробуем, отличается африканский кокос от азиатского или нет. Мне кажется, отличается. Этот кокос, он немного слаще, и, мне кажется, почему-то он немного меньше. Ну, может, это только такое ощущение. Но вкусненько, освежает. В ожидании главных блюд я заметил вот такую вот красивую ящерицу, которая любит заниматься спортом. По крайней мере, делает отжимания. В Бенине курица, это вам не труха, которую мы едим дома или в Европе. Здесь курица действительно на спорте, потому что курица просто растет во дворе, бегает, охотится и пытается выжить сама по себе. Ну да, курица здесь, она, конечно, такая жесткая. И, по мне, из нее хорошо варить суп, ну или гуляш. Ну, здесь вот люди жарят ее, как брубикю курочку. Давайте попробуем. Вообще, вообще, сами бененцы, они предпочитают такую курицу, потому что они знают, что она выросла дома, а не где-нибудь на фабрике, где ее пичкали антибиотиками и разными ускорителями роста. Но давайте попробуем. Все выглядит очень-очень аппетитно. Бон аппетит, друзья! На следующий день я выехал из деревни Гран-Попо в сторону города Уида. Здесь мы с вами посетим единственный храм Вуду, куда пускают туристов, а также рынок, где когда-то продавали рабов и отправляли на новую землю. На входе в храм Вуду нас встречает огроменный баобаб, которому по разным оценкам более 600 лет. Просто оцените его размеры. Данный храм Вуду посвящен священному животному королевскому питону. Друзья, это королевский питон, священная змея. Раз в месяц они выпускают эту змею на охоту. Она ползает здесь по деревне и сама питается. И в конце, как настоящее домашнее животное, приходит назад к хозяину. Вернее, не к хозяину, а священное место, религия Вуду, о котором мы уже сегодня говорили. И вообще считается, что королевский питон, он для благословения. Ну вот сейчас меня змея благословляет. Очень холодно, спокойно. И вообще движение напоминает массаж. Прикольное ощущение, если честно. Очень интересно. В данном храме живет более 40 питонов. И как я уже сказал, они самостоятельно покидают территорию в поисках пропитания. В свою очередь, если королевский питон забирается в хижину к местным жителям, то они с почтением возвращают змею назад. А сейчас вы видите двери из Баобаба. Некоторым из них 100 лет. А это уже туристические принадлежности. Кстати, не made in China, местное производство. Следующая остановка, город Вида. Чем он знаменит? Тем, что здесь в прошлом располагался один из самых больших рынков по продаже и отлову рабов. На самом деле, истории, которые рассказывают местные, просто как-то не вписываются в концепцию 21 века. И я, если честно, не понимаю, как такое могло случиться. На самом деле, европейцы, колонизаторы, которые приехали сюда, в Африку, они очень жестоко поступили с местным населением. Ну, во-первых, конечно же, цена, которую платили белые люди за рабов, она была совершенно никчемной. Обычно даже денег-то и золота они не давали. Давали всякого рода безделушки, которые не имели никакую цену. Что касается самих рабов, то после продажи их разделяли. Разделяли на группы мужчин и женщин, и каждая группа имела свои саб-категории. Все, конечно же, зависело от физического состояния раба. Будь он силен, здоров, количество зубов и так далее. Дальше и дальше. Максимально абсурдная вещь, которую делали колонизаторы и работорговцы, они заставляли пройти рабов семь кругов. Вот сейчас мы проходим один круг вокруг большого дерева. Это фикус. Семь кругов с уверованием того, что рабы забудут свое прошлое и поедут на другой континент и никогда не вспомнят свой дом. Вот такое вот мнение были белые господа о своих африканских братьях. Грустно, друзья, очень грустно. Эти металлические сферы символизируют путы, а также кандалы, которые одевали на рабов после продажи. А здесь изображено, как раба усадили в специальную переноску, которая изначально разрабатывалась для животных. Честно говоря, рассказывать про историю работорговли можно часами, и это позор в истории человечества. Но больше всего меня поразил тот момент, что многие африканские вожди сами поставляли своих братьев на продажу. Вместо того, чтобы объединиться против общего врага, местные вожди регулярно атаковали чужие племена, захватывали пленных и продавали их на местном рынке. Сейчас перед вами врата невозврата. По разным подсчетам, через эти врата прошло более 4 миллионов рабов, которые были перенаправлены на новую землю. Несмотря на то, что 4 миллиона – это уже огромная цифра, большинство рабов не доходило до этих ворот, которые расположились на берегу Атлантического океана. А вот и побережье, которое помнит все ужасы этой мрачной главы в истории Бенина. Честно говоря, не лучшее место наслаждаться океаном, поэтому давайте поищем пляж получше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, каждый знает эти строчки, что на небе, только и разговоров, что о море. В нашем случае это Атлантический океан. Я вчера уже видел океан, но сегодня, когда я пришел на большой пляж, где почти не души, огромные волны, это фантастические ощущения, друзья. Красота! Мой первый океан жизни. Прям океан, океан. Ни море, ни залив, а именно океан. А-а-а! Меня затопило. Чуть-чуть. Я не промок. Красота! Молны здесь, сумасшедшие друзья. Будьте осторожны. Купаться не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А также новые территории для пальмовых плантаций Кстати, то же самое я видел в Малайзии, выпуск о которой в подсказке к данному видео В последнюю минуту вы наблюдали посадки мангровых деревьев, которые растут буквально из-под воды Честно говоря, джунгли, растущие прямо из-под воды, это очень необычно И я был рад посетить это место К тому же я имею непосредственное отношение к данным посадкам Об этом в моем телеграме Последний день пребывания в Бенине я решил провести на берегу Атлантического океана Вдали от городской суеты Наслаждаясь местной природой Шумом прибоя, а также Волнами, которые накрывают побережье Дальше в видеоролике Просто шум прибоя Вид на Атлантический океан Замечательный закат И дегустация местного бенинского алкоголя Приятного просмотра, друзья Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На самом деле у вас мог зародиться вполне справедливый вопрос Адыл, а что ты делаешь в Бенине? Неужели ты туда поехал путешествовать? Нет, друзья, на самом деле я поехал туда по работе В качестве главного инженера по технической части Где мы начинаем новый проект Кстати, сейчас вы видите нашего местного партнера Мистер Готье Крайне-крайне крутой мужик Мне он очень понравился Как и в любой нормальной культуре В Бенине новые дела и новые проекты принято обмывать Поэтому мы выпили местный алкоголь Который, кстати, крайне-крайне крепкий Сейчас мистер Готье расскажет нам, что содержится в данной бутылке А я постараюсь перевести На самом деле это не просто алкогольный напиток Это настойка, которая содержит в себе финики Лемонграсс Специальные местные специи А также травы Ну и еще здесь есть пшеница и кукуруза В общем, дело специфическое И точно на любителя Понравился ли мне напиток? Наверное, да Но пить я его каждый день не стал бы Такая вот поездка в Бенин, друзья Огромное спасибо, что досмотрели до конца Спасибо за ваши лайки и комментарии И того-того